Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша, я рада видеть вас снова на своем канале и особенно рада снова, наконец, начать появляться в кадре, потому что все это время на моем канале выходили ролики, но в формате «говорящие руки», а сейчас это первый ролик в 2022 году, который я снимаю, будучи собственноручно в кадре. Этот ролик, как вы понимаете, будет посвящен у меня некоторым продуктам бренда Too Faced и, ну, конечно же, хронометраж, как всегда, будет далеко не самый короткий, поэтому, конечно же, как и во всех своих роликах, я укажу в описании все тайм-коды, по которым вы сможете, кликая, переходить к необходимому именно вам отрезку этого ролика. Здесь я вам покажу нанесение пары макияжей и также в пролете, в выводах покажу еще несколько версий и несколько образов, которые я создавала в процессе затеста этих самых продуктов. Заваривайте свой любимый чай, организовывайте любимый кофе или же походный какао с маршмеллоу и давайте приступать к нанесению макияжа. Сегодня в кадре у меня горит свечка Warm Cashmere от Bath & Body Works и это их маленькая версия. Очень приятный аромат, но, как я уже говорила ранее в своих роликах, посвященных свечам, этот аромат больше пахнет каким-то парфюмом, как по мне, чем-то таким согревающим, уютным и интерьерным. Сегодня на кону у меня три продукта бренда Too Faced, как вы уже понимаете, и самым первым это будет вот такой вот Hangover Pillow Balm. И это увлажняющий бальзам из их сравнительно новой линейки. У бальзама очень яркий аромат кофе и карамели, очень-очень яркий. Аппликатор, между делом, в меру удобный, но я бы сказала, что можно было бы сделать получше, честно, потому что он больше похож на какую-то грубоватую лопатку. И сам по себе продукт, он, знаете, все же плотноват по консистенции. О, какие у меня корки, просто ужас. Вот как раз и узнаем в конце этого информационного пласта, что этот бальзам сумел сделать с моими губами. Подушечный бальзам очень похож больше на густой крем с оттенком. Но мне кажется, это как раз такая текстура, которая вряд ли похожа на какую-то там суперудачную, потому что она очень плотная. Действительно такая, как густой питательный крем. Она может и полосить, и затекать в трещинки на губах. Наносить это дело, скорее всего, нужно тонким слоем. Иначе, в противном случае, все это дело действительно смотрится очень и очень неопрятно. Также, кстати, я заметила, что он в горлышке своем собирается, что не очень, опять же, удобно. Он в меру вязкий. И он сладкий на вкус. Ну, в лучших традициях туфейс тут как бы иначе было невозможно. Ну и, как вы уже понимаете, он изрядно-таки выбеливает губы. Опять же, это все упирается в оттенок. И у меня это оттенок Cocoa Kiss. Сделано, кстати говоря, в Канаде. Также у нас в Сифоре продавался такой розовый. И, насколько я помню, сейчас под Новый год в Сифоре вышел набор, состоящий из четырех таких оттенков Hangover Balm. Но я не думаю, что я буду его покупать. Итак, следующим этапом нанесения макияжа будет у меня, конечно же, нанесение теней. И прежде чем я приступлю к этому процессу, я, безусловно, загрумтую свои веки при помощи базы Art Deco. В палетке от Too Faced Teddy Bear есть также два классных молочных оттенка, которые я с удовольствием буду закладывать в область под бровью и чуточку пониже, дабы в будущем смягчить тушевку. Я бы не сказала, что они какие-то супер пыльные. И не сказала бы, что они как-то сильно окисляются на коже. Следующим оттенком я, пожалуй, буду наносить какой-нибудь розовый. И да, палетка розовая. Мне сегодня хочется в какой-то веке создать при помощи нее более розовую вариацию на глазах. И возьму в качестве транзитного вот этот вот оттенок с милым медвежонком. Я бы сказала, он больше даже не розовый, он больше розово-персиковый. И создам некую такую наметку, где будет пролегать у меня тушевка. И в качестве затемняющего, пожалуй, воспользуюсь вот этим вот оттенком из палетки. Но он, кстати, да, уже не совсем похож на розовый. Это более такой шоколадный с розоватым подтоном. Но знаете, это вот розоватый подтон, который будет виден разве что на общих сравнительных сочах. Если, например, взять и сопоставить все палетки, идентичные такой цветовой тематике, то этот будет коричневый с более розовой ноткой. В то время как другие могут оказаться действительно с более теплой. И с менее розовой, более теплым, более шоколадным. Здесь все-таки розовая нотка угадывается. Тени хорошо стушевываются друг с другом. И сравнительно шелковые. Ну, по крайней мере, если сравнивать с другими палетками, то фея, которые были у меня в руках. Возьму плоско-пушистую кисть и слегка смягчу границы тушевки. Возьму маленькую скошенную кисточку и, пожалуй, подведу нижнее веко самым-самым темным оттенком из палетки. Он здесь представлен в баклажаново-коричневом таком цвете. Я думаю, может получиться очень симпатичный акцент на нижнее веко. Подтушую затемнение на нижние веки при помощи транзитного цвета из палетки. Ну и настал момент икс нанесения макияжа. Надо что-нибудь блестящее поместить на подвижный веко. И сегодня, пожалуй, я воспользуюсь вот этим вот красно-розовым оттенком, мраморным, из палетки. И буду пытаться его наносить на подвижный веко при помощи плоско-пушистой кисти. И это у меня моя любимая Зоева 234. Не уверена, что у меня получится нанести, но в случае чего всегда можно подключить палец. Он, кстати, неплохо таки наносится. Он гладкий, ровный и очень красивый в своем отблеске. Конечно, при помощи пальца будет значительно ярче, но, я полагаю, может и заживать куда более сильно. Осыпания между делом в работе все же произошли незначительные. Их очень мало, но все же они есть. В других случаях, когда я работала с палеткой на глазах, каких-то явных осыпаний я также не отметила. Прокрашу, пожалуй, ресницы тушью. Сегодня пусть у меня будет от Rare Beauty. Мне кажется, немного пустовато. Чего-то не хватает. Ну, вообще, как бы, совершенно точно понятно, чего не хватает. В палетке нет ни одного оттенка, который можно было бы поместить во внутренний угол глаза, тем самым подсветив его. Я люблю иногда делать акценты во внутренний угол глаза. И в этой палетке мне катастрофически не хватает подобного рефила. С другой стороны, я готова принять правила этой игры. И, в принципе, можно оставить макияж и так. Но я так оставлять не хочу, поэтому я нанесу во внутренний угол глаза. Ну, например, оттенок снова эти бабочки в животе. Вот там это, ну-ка. Ну вот, как-то так. И последним штрихом, пожалуй, у меня станут, конечно же, румяна. И сегодня это будут румяна. Безусловно, от бренда Too Faced. И это румяна под названием Peach Bloom. Color Blooming Lip and Cheek Tint. И у меня они в оттенке Guava Glow. Я уже ранее показывала, какой интересный у них аппликатор. Он очень похож на аппликатор, как у диоровского масла. И сами по текстуре румяна желейный. Желейный розовый румяна. Я потом впоследствии прочувствовала, что пахнут они персиком, сладким-сладким, таким сочным персиком. И, в общем-то, вот вы можете видеть, насколько они розовые. И насколько они такие полупрозрачные. Такие действительно juicy-juicy такой эффект. Но, тем не менее, в растушевке они частично этот эффект теряют. У них остается только такой поверхностный glow. И розовый-розовый такой вот тинт-стейн на щеках. Его можно растушевать, собственно, спонжем, которым вы уже ранее наносили тональный на лицо. Или же взять чистый и нанести. Вот как-то так. Мне, кстати, нравится этот оттенок. Но, да, он далеко не к каждому макияжу уже подходит. И, несмотря ни на что, все-таки у него остается такое вот блестящее, симпатичное покрытие. Ну, реально прям летние-летние румяна. Я когда на них смотрю, мне прям каждый раз так хочется куда-нибудь поехать в какую-нибудь теплую страну. Мазаться этими румянами. Создавать такой красивый, отдохнувший эффект на коже. Но пока что за окном у нас зима. И тут как бы, ну вот. Порадоваться можно разве что в такой интерпретации. К слову говоря, пилу-баум, который я наносила изначально на губы, он очень неплохо мне напитал их. Они у меня были совсем прям в плачевном состоянии, как вы понимаете. И если я сейчас сниму этот балм, то, в общем-то, добрая часть моих корок изряд-таки разровнялась. Это, конечно, не вау-эффект, но, тем не менее, это очень и очень неплохой результат. Половина моих не совсем таких работоспособных бальзамов и этого сделать с губами моими в плачевный момент не могут. Поэтому то, что вижу сейчас, мне такие изрядно нравятся. И нанесу тогда, пожалуй, на губы блеск от Lumine, который мне попался в последнем адвент календаре этой марки. Уликаться хайлайтером, пожалуй, не буду. И вот какой образ сегодня с продуктами от бренда Too Faced у меня получился. Безусловно, обновлю этот балм. Этот информационный пласт апдейтом по носке, как продержался макияж в плане стойкости, что стало с румянами, что стало с тенями. 12 часов носки, мне кажется, на этом канале, пожалуй, впервые такой жесткий затест произошел. И по факту, да, за тест румян, ну, не знаю, в принципе, частично что-то у меня, да, осталось на щеках. Но 12 часов, блин, обтираться, обниматься, приветствовать. Сегодня был очень насыщенный день у меня. Так что я понимаю, что в какой-то мере, ну, в большей степени не дожили румяна до сегодняшнего вечера. Очень позднего вечера. И по поводу моего макияжа глаз. Тут, конечно, да, немножечко все это дело мне подрастеклось. Причем подрастеклось, ну, не очень хорошо, прям заметно. Но я бегала везде, ходила, блин, настолько насыщенный день получился. Во-первых, тут фактор насыщенности на разные события. И, во-вторых, фактор того, что прошло 12 часов носки, это реально очень много. Ну, я бы не сказала, что это похоже на какое-то ярое месиво. Но, знаете, вот действительно, с некоторыми тенями у меня и такого даже не было. С некоторыми тенями такая каша бывала на глазах, что то, что я сейчас вот вижу, например, просто рядом не стоит. Я уже нанесла на губы вот этот Pillow Balm от Too Faced и чувствую, насколько хорошо сейчас увлажняются губы. Состояние у них уже не столь критичное, как оно было в прошлый раз, поэтому процесс смягчения и увлажнения протекает значительно более быстро. И сегодня с палеткой Too Faced Teddy Bear я буду создавать более теплый макияж. Если первый был больше розово-красный, сегодня будет больше золотой, золото-коричневый. И этот макияж я буду создавать на базе Urban Decay Anti-Agent. Как и в прошлый раз, начну нанесение теней для век с молочного оттенка, который представлен в палетке. И в этот раз хочу начать с нанесения макияжа в технике от темного к светлому. Как правило, я не очень люблю подобное нанесение теней, но сегодня хочу поэкспериментировать. И для начала буду набирать из темных вот этот оттенок. Потому что сегодняшний макияж мне хочется сделать максимально теплым. И, наверное, не столь кричащим, как был предыдущий. Наносится оттенок очень хорошо пока что. Ну, я даже, знаете, думаю, пожалуй, ему не нужен никакой особо транзитный, потому что он сам по себе довольно-таки нейтральный по своему подтону. То есть такой оттенок средней интенсивности, который, наверное, в смешивании с молочным можно создать некое подобие дыньки у себя на веке. Что, собственно, я уже замечаю, вполне неплохо создается. Так, где моя вторая кисточка? Чуть-чуть подтушую тот переход на складки. Повторю нанесение этого оттенка также и на нижние веки. И да наступит жара. В этот раз я хочу нанести на один глаз один оттенок золотого, что представлен в этой палетке, и на другой глаз другой оттенок золотого. Потому что в прошлые разы, когда я наносила эти оттенки себе на глаза, я поняла, что они не очень сильно друг от друга отличаются. Поэтому сегодня хочу убедиться в этом воочию, сравнив оба. И на этот глаз я буду наносить, пожалуй, этот оттенок золотого. Он, на мой взгляд, чуть более похож на золотой. Кстати, кистью он наносится слабенько. Но с учетом того, какой макияж сейчас я создала, быть может, это даже и в плюс пойдет. Вот. Если бы у меня было более активное затемнение, скорее всего, понадобилось более сильное покрытие при помощи пальца, например. Ну, нанесся. Он гладко. Века не заживал. Ну и в меру ярко получилось. И на второй глаз, при помощи второй кисти, ну давайте возьму вот эту как-то, не знаю, пусть будет эта кисть. Давненько я не доставала. Буду наносить вот этот вот оттенок, более мраморный. В нем еще очень красивые яркие частицы в себе. И он похож больше на слюду. Так, с какой стороны? Да, он прям как слюдяной. Так, вот боюсь, как раз таки он сможет заживать мне века. Я полагаю, если дальше с ним бодаться, у меня получится нанести его при помощи кисти. Но текстура все же не столь монолитная, поэтому воспользуюсь все-таки пальцем. Он очень яркий, но лучше мне как-то от этого не становится. Я все равно боюсь, что века может заживать. Подобная фольга. И да, он жует века все же. И тот момент, что в нем содержатся какие-то микро-микро такие частички разные, там какие-то голубые были, зеленые, на веке вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Просто золото. Золото, какое оно есть. Ну, если так сравнивать, то получается вот как-то так. Очень похожее золото. С другой стороны, сравнивать это сейчас, наверное, не совсем корректно, поэтому, дабы сгладить показатели, я нанесу и второй оттенок на второй глаз при помощи пальца, чтобы добиться идентичной интенсивности, какая получилась у меня на другом глазу. Вот. И вот сейчас как раз-таки можно удостовериться в том, что эти золотые очень и очень похожи между собой. Правда, этот скукожил века, этот более гладко лег. Но разница в полутонах у них очень незначительная. Уберу осыпание под глазами, прокрашу ресницы, нанесу румяна, также и помаду, и вернусь к вам, посмотрим, что получилось. На ресницах у меня, как всегда в последнее время, тушь от Rare Beauty, на губах у меня помада от бренда Mellow в оттенке Tehran, и на щеках, конечно же, у меня те самые румяна от Too Faced, которые являются героями этого самого ролика, под названием Peach Boom в оттенке Guava Glow. Вот какой образ вполне себе повседневный сегодня получился у меня. Но я не я, если не добавлю в повседневный легкий нюдовый макияж какой-нибудь интересный акцент. И сегодня в качестве такового я хочу использовать оттенок Paradise из палетки от Beauty Bay, которая называется Utopia. И очень давно хочу их обкатать. Эпизодически, время от времени я этими палетками пользуюсь, и в качестве своем они меня очень-очень радуют. Но пока что до обзора, к сожалению, я еще не дозрела. Но в будущем, мне кажется, я его определенно создам. Потому что молчать про такое шикарное качество, мне кажется, это просто невозможно. Но вот как-то так. И дополняя образ, усиливая его динамику, добавлю еще чуть более крупнодисперсного хайлайтера себе на скулы. И он также, кстати говоря, из вот этой палетки, бренд Too Faced. И вот этот макияж мне нравится гораздо больше, потому что он более необычный. Апдейт по носке, как всегда, в конце этого информационного блока. Ну и затем мы будем плавненько приступать к подведению итогов этой самой палетки теней. Где также в пролете вы сможете увидеть несколько других вариантов макияжа с этой палеткой, которые я осуществляла не на камеру, за кадром, но также исправно носила на протяжении всего полного дня. В активной деятельности незаметно пробежали 10 часов. И они у меня были проведены не только в квартире, но еще и на улице. При этом влажность у нас была изрядно высокой. Ну и все в порядке. На удивление, ничего нигде я не вижу. Все очень даже прилично и хорошо. Как на глазах, так и на щеках. Так, стоит заметить, что румяна все еще остаются при мне и никуда они не сошли. И никаких пятен, опять же, я не вижу. Вообще классные румяна. Мне нравятся. Ну и тени, да. Быть может, упирается это также и в базу. Потому что сегодня тестирование происходило на другой базе. Не на той, которой было осуществлено тестирование в прошлый раз. Но как факт, как факт, мне нравятся результаты. И вообще все чудесно. А еще, конечно же, стоит заметить, что вот эти вот внутренние уголки, которые я оформила при помощи палетки Beauty Bay Utopia, Utopia, я наносила не на белую подложку, как вы помните, и все чудесно. Просто чудесно. Где еще такой цвет можно откопать? И прежде чем мы начнем разбирать эти продукты, я хочу зажечь в кадре вот эту интересную свечку от бренда Bath & Body Works. И это зимняя их коллекция, которая носит название Salted Brazil Milkshake, которая просто невероятно пахнет какой-то ванильной выпечкой. Причем настолько колоритной, настолько просто атмосферной, что я даже не знаю, какими словами можно этот великолепный аромат описать. Палетка бренда Too Faced под названием Teddy Bear обладает очень маленьким размером. На удивление, она сама очень тоненькая, миниатюрная, и вот. Размер с мою руку. А рука у меня не самого большого габарита, между прочим. Тонкая, легкая, вот как тревел-палетка, мне кажется, это очень классный вариант. Тут даже есть удобное зеркало, которое между делом фиксируется и никуда не откидывается. Какого-то явного характерного аромата, который присущ многим продуктам бренда Too Faced, здесь в палетке мною выявлено не было. И мне кажется, здесь у Too Faced несколько обновленная формула их фирменных теней, потому что как сияющие текстуры, так и матовые в большей мере отличаются от того, что я когда-либо пробовала у бренда Too Faced. Прошлые, они отличались тем, что матовые чаще всего были сухие, не самые легкие в тушевке. Ну, как правило, это относилось больше к темным оттенкам из-за их сухости, изрядной сухости. С сияющими оттенками Too Faced заключалась несколько другая проблема. Они были более рыхлые и сложные в нанесении. Их приходилось наслаивать при помощи пальца на веко, на более липковатую базу, чтобы добиться более отъявленного такого яркого эффекта. И в процессе всего этого нанесения очень часто они могли пожевать веко. В этой же палетке все по-другому. Здесь и матовые, намного более шелковые, чем в прошлых запусках, и сияющие, намного более податливые и гладкие, тонкие, искристые, нежели что было в прошлых запусках этого бренда. Что изрядно меня порадовало. Потому что изначально покупала я эту палетку как раз-таки для того, чтобы прощупать и собственноручно испробовать новую формулу теней Too Faced. И да, то, что я здесь опробовала, сразу хочу сказать, мне по качеству понравилось. Также в плюсы палетки я могу записать и наличие молочных матовых цветов, которые здесь представлены аж в двух оттенках, которые можно также адаптировать под любой потом кожи, и которые изрядно помогают в тушевке и в создании макияжа. Не знаю, вот в принципе это все железобетонные плюсы, преимущества палетки. И они, на мой взгляд, все же превалируют в какой-то степени над негативными нюансами, так сказать. Но негативные нюансы здесь также для меня оказались. И это тот факт, что сияющие оттенки, которых здесь всего четыре, они очень похожи между собой. Два золотых очень похожи друг на друга, и два розово-красных похожи друг на друга. Тут еще момент такой укладывается, что эти два золотых, вот может быть даже на сводчах разница между ними где-то может быть даже заметна, но на веках, как вы могли убедиться, просматривая прошлый информационный пласт этого ролика, они максимально идентичны, просто максимально, насколько можно. И это печалит, потому что мраморные оттенки включают в себя разнообразные частички, и хотелось бы, чтобы у них, конечно, было больше в макияже, а так получается, что в рефиле это красиво, а наносишь на века, и это тупо золото. Я ничего против золота не имею, я его люблю, но здесь как бы два рефила золотых. Многовато. Что касается других похожих двух оттенков из палетки в металлической формуле, это вот этот и вот этот, здесь разница все же более очевидна и более заметна. Если этот более такой пыльно-розовый, пыльно-лавандовый, этот более красный. И здесь, кстати говоря, та же самая ситуация, что и с прошлым мраморным. В рефиле выглядит невероятно красиво, а на веки просто металлик. Да, красивый, да, хороший, но какой-то вот забористости перелива, который, опять же, мы видим в рефиле, я его на глазах не ощущаю, и это меня изрядно печалит. В плане вариативности палетку вытягивают ее матовые, и в частности не только более такие теплые, там, нейтральные какие-то персиковые, да, от пыльно-розовых, пыльно-лавандовых, но еще и вот такой вот цвет а-ля румянец. Кстати говоря, в сегодняшнем макияже он у меня нанесен как раз-таки в складку. Я приколю чуть более детально пролет этого макияжа, чтобы вы могли немножко более детально рассмотреть. И на подвижном веке здесь у меня оттенок пыльно-розовой блестяшки. Не которая красная, которая больше пыльно-розовой, пыльно-лавандовая. Наносила, между прочим, сияющую текстуру на веко я при помощи кисти, не пальца. И это, кстати, тоже один из веских параметров сияющих оттенков отсюда. Их можно вполне себе набивать при помощи кисти на подвижное веко и вполне себе неплохой результат получить. Зажевывание какого-то фатального, что-то прям негативного или отких осыпаний, такого я с ними не заметила. Но да, выбор у них какой-то скудноватый. И вот если бы заменили бы, конечно, один золотой на какой-нибудь, например, оттенок шампанского, было бы значительно лучше. Кстати, к слову о шампанском, здесь мне не хватило как раз оттенка для высветления внутреннего уголка глаза. Быть может, это упирается тупо в эстетику палетки и в ее сборку. Производитель не посчитал нужным это делать целенаправленно, а не просто потому, что не доглядел или не додумал. Просто так решил. В этом есть своя определенная прелесть. Как вы могли удостовериться в прошлых информационных пластах нанесения макияжа, я пользовалась этим плюсом-минусом палетки в свою пользу, когда брала сияющие искристые текстуры или же у Тами Танука, или же из других палеток, которые есть у меня в коллекции. И этим привносил изрядную долю изюма, кстати говоря, в макияж. Мне понравились оттенки в тушевке, в работе, в эффекте и также в своей стойкости. Тестировала я эту палетку на своих разных базах. Не помню уже на каких, но их у меня было много. И, пожалуй, только на одной базе случилась небольшая прореха и плеш. Но, как вы помните, это как раз случилось в качестве апдейта первого макияжа. День был тогда очень насыщенный, влажность у нас в городе очень высокая, снег шел и так далее. Конечно, тут могла бы какая-либо прореха все-таки поступить. Могу подвести итог, что те, кому хочется что-нибудь наконец-таки из теней прикупить у бренда Too Faced на пробу и кого манит подобная растяжка цветов, я думаю, вас она должна порадовать. Но если судить качество теней в отрыве от самого бренда Too Faced, я бы не сказала, что я в каком-то диком восторге осталась. А так, если увидите по скидке, давно ее хотели, полагаю, если вы ее возьмете, вы не разочаруетесь. Следующий продукт, о котором пойдет речь, это будут желейные румяши от Too Faced, которые называются у них Peach Bloom Color Blossoming Lip and Cheek Tint. Сразу хочу сказать, что на губах как раз-таки сегодня они у меня нанесены, и вот знаете, эффект приятный, результат классный, как вот покрытие, так вот стейна, который оставляют на губах. Но мне не нравится, что этот вкус, этот яркий вкус такого приторного персика, знаете, это похоже на какие-то желейные, мармеладные такие конфеты. О, были такие конфеты давным-давно, может даже сейчас есть, состоящие с двух половинок, желтые и оранжевые, и они обладали невероятным вкусом персика. Это было очень вкусно. Вот как раз этот тинт реально пахнет этими конфетами, но когда во рту ощущаешь этот вкус, хочется подорваться и найти где-нибудь этих конфет, чтобы сласть ими наесться. А так получается какая-то дразнилка. Я сижу, чувствую вкус, но я не ем. Это как-то неприятно немного. Но и опять же, те, кто на диете находится, я думаю, их будет раздражать такой сладкий аромат, который действительно стоит в горле. Пусть и не раздражает, какой-то горечи или негативного эффекта не приносит, но на каком-то обонятельном уровне это немножко раздражает. Поэтому в качестве тинта я бы такое дело вряд ли бы использовала на регулярную основу, тем более есть у меня тинты, которые не обладают такими характеристиками. Поэтому здесь немножечко мимо. Но в качестве румян этот продукт мне очень-очень понравился. Я люблю живое покрытие. В последние годы я стараюсь, если закреплять тональное покрытие, например, пудрой, то делать это в минимальных объемах, сохраняя все-таки вот этот вот легкий эффект glow, чтобы был, чтобы морщина не так сильно подчеркивала все это дело. И румяна также я вот в последний год стала покупать чуть больше в кремовой текстуре, потому что, опять же, вот этот вот эффект холеного лица, еще такой более упругой юной кожи, они могут очень даже неплохо подарить как раз-таки лицу. И то же самое я обнаружила и с этим продуктом. Здесь желейная, нелипкая, очень тонкая, невесомая текстура. Почему-то поначалу я думала, что я нанесу на щеки эту штуку и реально буду чувствовать, как будто какой-то, не знаю, маслянистый блеск для губ нанесла на щеки себе. Но нет, ничего такого даже близко не было. Это комфортное покрытие на щеках. Ничего к нему не пристает, не липнет, но при этом при желании можно, кстати говоря, зафиксировать и хайлайтер, замешать с хайлайтером, тоже будет прикольный результат. Между делом, когда этот продукт находится на щеках, его аромат носом не ощущается. Аппликатор на себя набирает ровно столько средств, чтобы разнести на одну щеку. В принципе, можно наслоить это дело, если есть кому необходимость, и несмотря на то, что румяна являются румянами-тинтом, они не оставляют никакого стейна, никакого тинта на щеках и поддаются до макияжа в конце дня очень легко. Но стоит сделать, конечно же, ремарку, что носила я эти румяна преимущественно на тональный крем, не закреплен на тональный крем. Подытоживая общий пласт, хочу сказать, что румяна мне очень понравились, и я буду старательно выискивать скидку на наш сифорий, чтобы прикупить еще один или два оттенка себе в коллекцию. Также кукольные эстетики и флера бренда Too Faced отсыпали и в продукт, который они назвали Hangover Pillow Balm. Тут прям вот, знаете, косметическое барокко, как оно есть. Тут и аппликатор большой, прям такой фундаментальный, фатальный, прям лопата-лопата. И аромат кофейно-карамельный, просто сбивающий с ног. И вкус также очень-очень сладкий. Текстура этого продукта, как я рассказывала ранее, больше похожа на какой-то плотный ухаживающий крем для лица, чем на бальзам или крем для губ. И его много наносить категорически нельзя, потому что он полосит, он выглядит некрасиво, вот прям реально какая-то, не знаю, как помадки вы какой-то поели, я не знаю, как какого-то паралене покушали. Вот реально очень плотная текстура, настолько плотная, что даже ограничитель с ней не очень хорошо справляется. У меня в горлышке постоянно куча этого бальзама. Я иногда даже не погружаю аппликатор внутрь, я просто соскребаю отсюда и наношу. И этого тоже много бывает. Если ляпнуть много, то он затекает на слизистую, конечно же, как и многие продукты подобного типа, к тому можно перетумачить. И нужно его будет старательно убирать со слизистой, иначе это очень-очень неприятно. Он плотный, он прям такой обволакивающий и плотный, тяжелый, с ним не совсем комфортно ходить, если так говорить. Но стоит отдать должное этому самому продукту. У него отличные ухаживающие, смягчающие и питательные качества. У меня были убиты губы, как вы помните, были убиты они очень неплохо. И этот продукт также поспособствовало их скорейшей реанимации. В нашей Sephora представлено, насколько я знаю, два таких оттенка. У меня оттенок Cocoa Kiss, который более нюдовый, и он также склонен выбеливать губы, не очень хорошо смотреться. Так что продукт у меня вызвал неоднозначные эмоции, но я время от времени им пользуюсь, как раз-таки из-за его ухаживающих качеств. Но, учитывая выше сложные параметры, вы должны знать, потому что далеко не всем нравятся как сильные отдушки в продуктах для губ, так и плотные, не особо комфортные текстуры, которые еще нужно с умением дозировать. То есть левой ногой вот эту штуку, пока вы едете в лифте, на улицу спускаясь, вы не нанесете, здесь надо прям дозировать. Опять же, вот это можно и левой ногой, даже не глядя в зеркало, поправлять. Здесь, несмотря на то, что он выбеливает губы и вроде как не особо такой яркий, нужно все-таки смотреть в зеркало, прежде чем наносить. Спасибо за время, уделенное на просмотр этого ролика. Надеюсь, сумела для вас стать немножко информативной, наглядной или же полезной. И если это так, поддержите, пожалуйста, мой ролик лайком или же оставьте ему комментарий. Я буду безумно-безумно вам за это благодарна. Увидимся с вами снова через два дня на третий. Как всегда, буду входить постепенно в свою рабочую колею регулярной выкладки контента. А с вами была Саша, и всем до скорых встреч, и всем пока-пока!